Други, дорогие! Мы сегодня с вами за один час приготовим ужин на целую семью. Добрый день, други! Как я уже сказала, мы сейчас готовим полноценный ужин, который должен прокормить целую семью. Я очень люблю оптимизировать свое время, терпеть не могу, часами готовить, поэтому сегодняшнее видео, чтобы вы знали, это прям моя палочка-вручалочка. Если у меня мало времени, мало силы и особо не хочется возни, вот что мы едим каждый вечер. Перед вами она, огромная двухкилограммовая курица. Если вдруг есть такая возможность, найдите каких-нибудь фермеров, покупайте у них курочку, избегайте то мясо и ту дичь, которую можно найти в супермаркетах. Так вы будете убеждены в том, что она выращена в самых прекрасных условиях, никто ничем ее не нужным не пичкал и так далее. Эта красотка, как я уже сказала, весит 2 килограмма и она накормит нашу семью, а именно очень голодный меня, голодного мужа, прожорливых моих сыновей. И сейчас у нас гостит наша бабушка, поэтому 5 человек. Помимо того, что мы будем в духовке запекать вот эту красотку, вместе с ней одновременно будет готовиться и наш чудесный и полезный гарнир. Сегодня я обнаружила у себя батак, картофель, различную морковь, чеснок, нам совершенно точно потребуется луковица, один лимон. Скоро расскажу вам, для чего он нам пригодится и расскажу еще один лайфхак. И, конечно, какие-нибудь травки-муравки. У меня здесь сегодня розмарин, тимьян и майоран. Опять же, используйте ровно те, которые вы найдете, если вдруг нет свежих. Пожалуйста, покупайте себе сухие травки-муравки, и ими будем облагораживать нашу куру. Что же нам еще потребуется сегодня из техники и оборудования? Ну, вот какое-нибудь такое блюдо, которое выдерживает высокие температуры в духовке. Вот она, в ней как раз сейчас отдыхает наша кура. Я сегодня буду использовать вот такую решеточку, но это совершенно не обязательно. Я объясню потом, для чего она нужна. Повторю, вот этот вот инструмент можно... А и нам потребуется бечевка или вот такая кулинарная веревочка, чтобы нашу куру собрать. Потому что она прям собралась у нас. План такой. Вяжем курицу, моем, чистим, режем овощи и все закидываем в духовку. И целый час можем просто отдыхать в ожидании роскошного ужина. Ну что, погнали. Я начну с того, что подготовлю нашу зелень. Нам здесь потребуется еще небольшое количество оливкового масла. И подготовлю наши овощи, наш карнир. Вы можете подумать, что я сошла с ума, и что это лайм. А нет, у меня прям сегодня такой чудесный зелененький лимон, который мы отправим вовнутрь курицы. Мы прям будем ее сегодня шпиговать им. И, как я уже говорила, она будет готовиться один час. За это время лимон внутри даже не успеет согреться, прогреться и пустить свои соки и свой аромат. Поэтому мы его сейчас закинем в кастрюлю с водой и его как следует прогреем. Нам надо, чтобы он был горячий. Не надо варить это состояние пюре, просто его капитально нагреем. Другие, сейчас будет архиважный момент. Мы будем шпиговать, натирать, но в первую очередь связывать нашу курицу. Кстати, вон наш лимон уже готов и прогрелся. Давайте начнем с того, что мы достанем аккуратно щипчиками лимон, спрячем его вовнутрь. И дальше я вам покажу и расскажу, как мы соберем нашу дзыч. Я с детства терпеть не могу слово «кожица». Но, наверное, оно здесь просто идеально подходит. Видите, вот эту вот кожицу, кожу? Ее можно очень легко отделить. Буквально вот так вот, просовывая палец в это расстояние между мясом и кожей. И сейчас туда мы с вами спрячем небольшое количество сливочного масла. Вы, конечно, можете этот момент опустить, но я не советую вам этого делать. Это просто позволит нам сделать наши грудки еще более сочными. Видите, небольшой кусочек маслицы прямо загоняем туда под кожу. То же самое мы делаем с другой стороны. Маслица прячем сюда. Старайтесь это делать аккуратнее, чтобы не порвать кожу. Наша курица готова к тому, что мы ее связали. Отрежем достаточно длинный кусок бечевки. Ну, прям возьмем метр, чтобы нам точно хватило. Вот, наша веревка. Берем середину и прячем ее не просто под ножки, а как бы под попу. Вот сюда. Вот, видите, как я это сделала? Берем наши ножки, закрываем их и слегка придавливаем, приближая их к корпусу. И здесь мы их перевязываем. Я вам советую это делать двойным узлом. Один раз и второй раз. Теперь, други, делаем еще один узел, чтоб наверняка. И дальше делаем следующий фокус. Берем наши веревочки. Просовываем вот так вот между ног и вот сюда вдоль крылышек. Спрятали. И теперь уберем нашу курицу и переворачиваем ее вверх дном. Подняли, перевернули. Делаем двойной узел. Раз и два. И смотрите, по мере того, как я буду затягивать этот узел, наша курица начнет группироваться. Крылышки подтягиваются и снизу также подтягиваются ножки. И сделаем еще один узел. Обрезаем концы. Посмотрите, какая она красивая. Прям собралась наша девочка. Итак, ужин практически готов. Дело за малым. Овощи закидываем в поддон. Берем нашу курицу. И сейчас мы будем ее массировать и намазывать вот этим чудесным зельем. Напоминаю, здесь у меня тимьян, розмарин и майоран. Сейчас я сюда еще капну, конечно же, маслица. Добавлю соль, перец и практически вся. Ну что, поехали. Все овощи, которые я буду запекать с нашей курочкой сегодня, примерно будут готовиться одно и то же время. То есть целую морковку, кусочки ботата, картофель и лук. Я специально не кладу сюда цукини или спаржу или брокколи, которые за целый час курицы будут в духовке, конечно, превратятся просто в какую-то жижу. Если вы хотите добавить другие овощи, которые по времени готовятся меньше, просто добавьте их потом. Напоминаю, 60 минут все будет готовиться в духовке, поэтому за 20 минут до окончания можете накидать сюда все, что нужно. И маслом поливать мы тоже не будем, потому что будут стекать соки вот с этой красотки, поэтому все получится очень сочное. Давайте сразу поставим сверху нашу вот эту форму. Повторю, решетку не обязательно ставить, вы можете курицу положить сразу же на овощи. Для чего я это делаю? Тогда получается, что между овощами и курицей образуется небольшое количество воздуха, есть некое расстояние, которое позволит курице со всех сторон покрыться чудесной корочкой. У меня сегодня специальное масло, которое подходит для готовки, то есть оно устойчиво к нагреванию. Обязательно надо щедро посолить. И давайте добавим перец. У меня здесь смесь разных перцев. Давайте все это дело перемешаем. Пахнет это фантастически. Итак, начинаем ее натирать. Здесь очень важно попытайтесь попасть во все вот эти маленькие щели. Промазываем обязательно крылья. Давайте ее перевернем. У меня теперь, конечно же, вся кухня будет в этой зелени. То же самое. Постарайтесь попасть абсолютно в все места. Укладываем ее грудками наверх. На нашу решетку или прямиком на овощи. Возьмите остатки масла и специй. Вы представляете, да, что когда она будет готовиться, все это будет стекать вниз. Овощи получатся невозможно вкусными и ароматными. Духовку я уже, естественно, разогрела до 220 градусов. 220. Если вдруг вы забыли эту цифру, внизу под роликом есть описание. Детальное, подробное. Где указано, что, сколько надо добавлять. Итак, отправляем нашу красотку, весь поддон, в духовку на 1 час. Духовка пищит. Ужин готов. Посмотрите, какая у нас красота. Посмотрите, какая у нее потрясающая румяная корочка. Овощи внизу бурлят. Я вас убедительно прошу, не надо сейчас срочно ее разделывать, разрезать на кусочки. Дайте ей как минимум минут 5 отдохнуть, постоять. Если вы сейчас ее разрежете, вытекут все чудесные соки. И такой момент, пожалуйста, не надо накрывать ее фольгой, иначе она начнет под ней остановиться мокрой. А сейчас у нас потрясающая румяная, хрустящая корочка. У меня просто текут слюни. Другие, ну вот наш ужин. Чудесная курочка с овощами, брюссельская капуста на пару, сухарики и мои любимые жареные кабачки. КОНЕЦ